Девочка-пай 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 Редактор субтитров. Михаил Анио подпишал умову о дейо и реализовывал злэцение. Такое самое, как вы сегодня реализуете для своих клиентов. Он может не творить строны интернетовые, но с уверенностью выберем сегодня, он бы использовал интернету. Преумовым моментом в дейах сутки был «ready-made», створенный через Марсела Дишон, знаного не поправно, как и через wielu Дишампен. И «ready-made» был страшно важным моментом в сутке, наиболее преломовым. Два найболее преломового дела в сутке это «Панель Завиньон» Павла Пикаса и «Писула», званым «Фонтанном» Марсела Дишон. Почему? Марсел Дишон подпишал до рамки сутки «Деяло готовое» и сказал, что «сштука» то есть творение умыслем, а не ремиослом. По-прежнему, это дело было значимое значение, потому что, во-первых, он поднялся до рамки «Деяло сутки» створено через «Железнека», подписал эту работу «Erмут», это был человек, который робил «Одлет» этого «писуару», а по-друге важнейшая часть этого является подносение до рамки сутки «Деяло готовое». И вот, что мы подпишем умысл в тему прерыву. Чтобы понять, что мы сцепим сутки, прочитайте эту книжку. От часа до часу, мы будем заглядывать в мою библиотеку, где полезно вам несколько позиций, которые позволят вам понять, почему вы сейчас здесь здесь и где вы. География Марсела Дишона, единственного артиста «Всеха у прерыва ухи». Это тоже «Железеп Костут». Я не знаю, кто это является. Марсель Дишон был дедаистом и ойцем духовым, прегурсором сутки концептуальной, но «Железеп Костут» был правдивым концептуалистом. Он сказал, что концепция и теория, само собой, это «Деяло сутки». Ничего не нужно делать, ничего не нужно творить. Деяло сутки не только пояснением от маларства, но и от него пояснение противставы. И то есть эти революции. На конец этой «Круткой истории сутки» мы очень интересное dzieе, очень интересное, очень интересное, что мне это интеллигировало. Главное артисты так носили титул, это «Пушки». Их было несколько десятков. Они были выполнены «Кауэм» артисты и порушали это деяло очень важную проблематику связанную с definиением сутки, с говорением о том, чем сутка есть, где есть ее границы, а также тем, что тем, что тем, что это И эта работа очень интересная, потому что каждый пробует достичь, что если что-то там кау в środке находится. Список штуки – это важная позиция, построена через бодиларда, который говорит о том, что Волхол и Тишан были последними артистами в действиях штуки и, в частности, одновременно завязаны штуки. Можно сказать, что штука закончилась. Это штука о смерти штуки, потому что все границы были предотвратены. Я этого не знал, когда начинал свою карьеру артистическую, как двумастолетний штуки малюющий образы. Крышталоговые. Здесь я маловался в Вирже World Trade Center на Червоно десять лет пред замахом. Застаюсь в Вирже Исламске. Сейчас видят какие-то новые коннотации в этой работе. Потом пошедуłem на студию Вирже Маларства, где познау моего партнера, моего спорника. Сейчас проводzę firmу. Преянули его название. Потом оценили мы. Моя жена тоже приняла его название. Достали все родину. Преянули мы. Преянули мы. Преянули мы. Рахим Блак. Преянули мы в народе choisимсяできлиeder, но другие, давная, аings-п международныеины. organizational мазали цена припевала. Преянули, что grille мне было процедательное увидеть прецесur, – напоминаем сейчас очевиден. Модельный шок. Створили паху мотоцикловую, где в Минске вещественника была вагина из шекшопа, которая немного работала. Я много таких пахов мотоцикловых, с такой вагинкой из шекшопа там вибровала на коротежах Хакосской Академии Штурбин. И потом, вставил меня институт Пьетра Скаргии, который хотел меня знижать раз в исламе. Два, что створил эту прачу, затылал меня окропник по то, что моё моё. Не до конца, наверное, вязали, что я делаю. Институт Пьетра Скаргии постановил меня вырислить из этого края. И тогда памятам, что моего сотрудника, который за мной творил, то памятам, что пошел, чтобы институт Пьетра Скаргии взбирал все информации, и створил из этого проект в имя правды, или они смогут сделать в нагонце за каким-то в имя правды. Багируем себя всегда институтами. Одно из таких забав было внестили прежде мне образы до Музеума Народового, где Рух Препусковый Музеалик говорили о том, что если какое-либо дело до Слотка проводить, то уже не можно доходить, потому что все дела с инвентаризированы. И чего не можно доходить, но не было подпроводено. Поэтому проводили это дело. Оно там, я надеюсь, еще есть. В общем, я кохаю это миасто, в котором живу. Я кохаю Кратов. Очень много своих празд посвящено этому миасу. Один из них был мой спытный способ на промоке. Когда достоин в галерии Норвич, Англии, на показание там своих празд, збавы с рекламой, и другие доставления с миасом. В общем, так много сидяло на этом рынке главном, как были бы копальнистка и модернизация плыти рынка, то постановиłem закопать там глиняные резьбы багов мотоцикловых, потом телефонов комруковых, потом там были тоже друкальки HP. которые тогда не было смартфонов, были НОПИ 3310, заглупали их там кисет. То там еще были kalkulatory и другие гаджеты, которые потом начали прерадить такие створы różne, те баги, начали вспоминать такую историю naturalную, эволюция багов у часовой historyчных. Милиархолюции загвоздки, когда замист галерии были баки модернизированные. Однообразная справа Cayла. Два года três червозь Мы резко связ felt добави меж小心 меж Очень которая на час модернизации и галерии повесила там несколько dzieл из-изыной партии. И тогда мне ористили, тогда мой первый маникелс артистyczный о справочной мощности, что сестука может меньше, а иммунитет артисты может себе позволить на такие заграня на поближе культуры, religии, политики. Так выглядит артафак, который потом был прехованный в такой скрине по так званым «Святым образам» Каба, а этот рисунок, который здесь находится, я нарисовала, когда мне было 9 лет. Но тогда мне что-то наткнуло, тогда я пошла дальше. Наткнула меня миссия, которая сказала, что я, как артиста, могу сделать больше, чем они, потому что они уфают, и им себя убавили, потому что я бы с их раминами проводил строительную мачерку в Краковой, в центре культуры исламной. Ну, а что моя большая большая амбика, то сразу появился план архитектурный, такой 5-пятровый будинок, который miał повстать на плату на стабах. Справа была коварна. Титул этого performance артиста «Будует мечет». Розписаły się газеты, мечет «Под Вауэлем», «Артитс Вонс», «Исламик центр», и так далее. И это была такая прация, которая на счастье не была справча. То есть центр культуры исламной не повстал, не за взглядом на то, что что-то было в этом случае, но если бы только, если бы повстал, то сейчас бы кричал в этом проекте целый час и моя дорога пошла бы в zupełnie ином направлении. Памятаете dzieео Марсела Дишон о подносении до ранги сштуки? Я вымысливаю, что я буду и «Оседла мешканиевые» подносил до ранги сштуки как резьбы в przestрени публичной». Залезал девелопера, и хотел бы, чтобы он это выбудовал, а чтобы меня потратить его как свою резьбу. Такий очень низко нападовый на то, чтобы выставило узнать за собственную резьбу в предсцене публичной. Co ciekawe, это была моя праша дипломовая «Inвестиция как резьба в предсцене публичной». Катарина Козыра, одна из моих любимых артистов polskих, когда создала такую очень интересную серию праку т. «Стута» «Сны становятся жизненные». Для меня это было очень интересное, потому что это было создание моей сштуки было, чтобы то, что творится как артефакт, как акция, как характеризм, заменило себя в какое-то реальное и тогда вымысливаю свою свою праку артистическую на пограницу. Хотелось построить со света сштуки корпорацию. «Сwiат сштуки» стает себя брендом, а «Сродовиско» стает себя великой корпорацией. «Стут» 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 Артиста задоволоный, марка задоволона. Так вообще думал, что тогда я делал на погранице, чтобы делать нестандартные акции, англент. А рефистика оказалась совершенно другая. Ото ж, я взял totalно из своей степи комфорта и взял в администрацию. Зазумел, что, чтобы создать эту фирму, то нужно покоять администрацию, покоять биографию, покоять папиры, покоять ксения. Использовать, что я могу создать фирму, но где-то там история сферы, в которой я был очень внимательным бадатцем, позволила мне понять, что могу из фирмы создать свое дюло сферы, свое детство. Что могу из фирмы создать что-то, что может быть не прожить. И смотря на эти definиции сферы, которые были так часто дементированы, подумал, что это возможно. И это мне дало мощь до вставания рано и до празднования, что творит что-то больше, чем только услугу, которая умирает тут и сейчас. Когда я был такой подход, то пошел с таким закинчем перформенским, до ксейгарни купил кодекса уэкранов, кодекс поступления цивильного и кодекса уэкранов. Так как в маларстве учитываемся технологии маларства и накладание грунту под иконы не всегда было приемное, так как в дизайне учитываемся warsштату, так в проводении фирмы тоже учитываемся технологии, так как в дизайне учитывается кодекс спула. Таких книжек купилем больше. Купилем тоже больше книжек, т.е. интернету, маркетингу, премислу креативного. Купилем очень важную книжку «22 права маркетингу». Ученик купилен ЗУС, спередиłem на очень много времени, працаним с ними, учием всеми средства и делаем это в таком парформенском закинчем. Ставал мне это радость, потому что сам факт, что я хочу, или что я хочу, чтобы я хочу сделать это в Урэнде Скарбовом и мне нужно сделать это. Это моя жизнь, это свой проект. Проект, фирма. И был именно в ЗУСе, в Урэнде Скарбовом и в сэнде. То есть, когда мы занимаемся в социальном, если проводить, то он вылезает в суде, потому что они находятся на него. Но это было хорошо, потому что удалось создать, мне кажется, достаточно динамично развивающуюся фирму, которая видит, что преследовательная граница технического поимования этого, чем есть «счистая сутка». Классов о этой работе, которую удалось бы мне повелать. Агенция Social Media создала в 2008 году, сейчас ведущая Агенция Social Media в Польше затрудняется в 35%-никах. Повстала тоже платформа кастомизированиях, которая является бизнесом более скаловальным. Сейчас мы в течение строительной структуры нашей группы. Повстала тоже Агенция Performance Marketing. Повстала тоже фирма, занимающаяся встроением склепов интернетовых. Цаость под группой «Клик Network». Это фирма, которая в этом моменте будет развивать 200 сотрудников и есть зеленое святое на то, что в этой фирме едином школьном есть рекрутация их, трудно специалистов. Однако еще повстал такой систем «Идром», который хотел бы, чтобы был таким проектом скаловальным globalнее, который подбивает świat, который будет таким брендом, который будет dużым бизнесом. Это такой «Client Relationship for e-commerce». «Идром» 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 когда креативность стала премыслом. Постарали мы себя понимаем, что стука является неизвестной для окончания, потому что ее границы все время ретлили. В послуживании технических струков. Есть три технические струки. Интенциональная, и названа номинативная, контекстовая и инстинкциональная. Интенциональная номинативная это засада, которая говорит о том, что кто кто творит струк, может верить в то, что творит струк. Я верю. Инстинкциональная, контекстовая это такая, в которой арт-world, не моя фирма, а только этот свят струк, или что-то артистское, вреду пунктов пунктов в том, что мы решили что-то, что коллега делает, за дело струк. И инстинкциональная сцентра, в которой инстинкция на моче интересной обвиняя, имея легитимацию до завершения как права на штене, в галерии, узнает дело струк, за данную прачу, за дело струк. И сейчас, это не такие, которые подтвердят, что мы знаем, что мы с этим струк, но это очень очень-нешно. Можете о них пречисать в Википедии, только в основном «Дефиниция струк», потому что они говорят о том, что дана прача может быть струк. Ма право думать. А сейчас так, Джозеф Боц, очень важный артист, о котором не вспомнил о истории струк, только потому, что вспоминал о них сейчас, говорил, что каждый может быть артистом. «Потреба творчества церковь, всех людей, всех церковных струк, так как каждый может творить, каждый может тоже вплываться на струк, то мы вспомнилили świat вокруг себя». «Чы то, что сегодня творимы как стартаповцы, гидсы, графики, дизайнеры, продакты, дизайнеры, что это все вносит какую-то артисту торопу культуры? «Чы то что по нас остается?» «Слушайте, одна из самых важнейших основных 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 «Стук» 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 «Ст erstmalgar» «20» то творит какой-то твор, который был создан из-за человека, а не из-за натуры. Моя любимая сцена, что сцена все, что остается создан из-за человека, а не из-за натуры. Все, что есть своего автора, те фильмы, которые я помню, Apple, Starbucks и Казара, то есть дела, которые имеют своего автора. Можно до них приписать одного автора. До Зары, до Apple, до Икеи, до Starbucks. И теперь так. Диумы сцены есть все, что было повоано через человека, а не через натуры. Творчость, которая имеет своего автора. Автор, в моем случае, не может ввести в то, что створил Диумы сцены. И, конечно, мы не знаем, что створение этого дела. На самом деле, что створение саркофага, а не в будинке, где не створение створения створения сцены. Но есть еще одна основа в этой definиции, которую я здесь представлю. Моей авторской. То есть, что важно, чтобы то, что творим, чем-то есть, и как-то повстает другое и лучшее в своей категории. Если это будет гениально, створение человека, а не через натуре, то мы сцены с сцены. То есть, что Стив Джобс есть артистом? Сейчас так. Кто считает вас, кто верит, что Стив Джобс есть артистом? Он так на самом деле где-то есть артистом или нет, потому что он был президент, директором генералом. Но кто из вас верит, что Стив Джобс есть артистом? Ренка до унии? Не будьте себе. Все. В robots. По-прежнему, он измолил в риссу, которые не раз trava. По-друге, было в это много эмоций. По-третье, он начал это делать для денег уже в 20-парой лет. Но он он, он это делает. А до смерти. Почему? Почему, например, Пушк Х características сейчас в аукции в которых ходят по 30 000 долларов, а компьютеры Apple, продуманных серийно на аукциях, продавленные по 350 000 долларов. Почему? Потому что есть в них ладунок эмоциональный, есть в них что-то правдивое, что-то правдившее, чем у артистов, который подходит к плута и думает, что есть артистом, потому что малует. Нет. Потому что использует таких схематов мысловых для творения сутки. Другой, которую мы всем занимаем. Нет. Это противеньство сутки. И это было уже, видно, в лет 20-ти и 30-ти. Апликация является делом сутки, слушайте. Я могу тебе это тумать, почему. Подам бы такую прикладу. Апликация Uber, в которой мы можем себе заменить таксовки, это, моим данным, делом сутки. Почему? Потому что мысль, которая за ним идет, повстала 15 лет назад. През 15 лет кштовалася мыслей створения простой апликации для того, чтобы мы сегодня могли приехать на то spotкание Uber. Почему? Потому что кто-то проехал схематы мысловые о том, что не можно чего-то такого сделать. Кто-то проехал схематы мысловые о том, что вынаютие таксовки в центре Мархатану через таксовка, что может стоять миллион долларов. Что кто-то, 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 кто-то. Почему? Потому что институции менеджеровые сейчас идут сеть, потому что они не предстридают, которые не предстридают основные, которые пануют. Идут и сеть, они мячерники бизнеса. Они мячерники. Менеджеровые, которые пришли сеть в Франции за то, что нибы не платят податку, хотя бы платят, потому что Uber платит в станах, а таксовка платит в талантарии. Но где-то не вписывает этот механизм, который работает поволен, не может надуться за инновацией, и идут сеть. Это мячерники бизнеса. Это артисти. И в конце, потому что, когда я ходил до шпитала, у Ястек, уродился мой сын, замовляю таксовку, подъезжаю таксовку с фотеликом для детства. Диапки? Мне так. Сколько он говорит, что мне уродило детство? Ну, пик-кейта, претворение данных особых, написали на Facebookу, они то быстро перестали, написали мне годомость, gratуруем Рахим, что ты уродил сын, достал 50, подъезжаю таксовку с фотеликом для детства. Файне? И то есть дело стуки. Поэтому я начинал от коротких историй сстуки, чтобы вам показать, что разные вещи из истории сстуки повстали, что повстали саркрофаги, пирамиды, будинки, образы. Сейчас повстают стартапы. Сейчас люди креативные, как вы, как я, творят стартапы. Как я смотрю на строительство стартаповое, в Краковой, например, в ГКРК, то видю люди, которые с такими самыми пасионатами, которые видели в мире артистстах. Они не саи си-минжеками, они не саи бизнесменами. Они просто используют иного медиума до выражания себя. Facebook и Гуфлэн в истории сстуки. Что это можно? Конечно, что так. И уже сейчас в истории сстуки можем увидеть лого Макдональда, лого Кока-коли. То, что случилось в этих корпорациях, то, как они там там расшлили, То есть вещи, которые не снили себя некоторым филозофом в разного рода книпах. Я уверен, что это большая творчность наших часов, что это самые большие переломы наших часов. И если бы Picasso и Вархолл сегодня использовали бы интернету для выражения себя и создания своих действий. Я за демократизацией штуки. И еще раз хочу сказать, что это очень важно. Рахиман 23.10.2015, это очень важная презентация, для того, чтобы я имею воказу с этой техницией, здесь, в этом встрече, списать это и показать, что все, что это построено через человека, а не через натуре. И что можно приписать данному автору. Автор не может быть интенсивной, но то, что творит, может быть генералной и в своей категории. И может быть демократно. Неважно, что делаете, не важно, над чем сейчас работаете, не важно, для какого клиента это работаете. Если будете делать в премисе дигитальном, если даже будете думать о том, чтобы ездить таксовку, что-либо вы не делали, то всегда, только один, творите лучшие вещи в своей категории, потому что поютие штуки есть очень приемные и смещение там все, что есть генерално. Возвращаемся сегодня до своих ательеров, где-то они сейчас находятся. Спасибо вам большое за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok